Устоявшаяся жаркая погода июня пагубно влияет на здоровье человека. В поиске утешительной прохлады и глотка свежего воздуха мы стремимся распахнуть все окна своей квартиры, но, к сожалению, иногда забываем о том, что рядом дети. Итог беспечности непредсказуем. Неподдельное детское любопытство, обманчивые своей надежностью, но совершенно нерассчитанные даже на вес ребенка москитные сетки на окнах, могут стать причиной трагедии. С наступлением летних каникул и повышением температуры воздуха наблюдается тенденция к увеличению количества фактов травмирования детей. В общем срезе таких фактов преобладает бытовое травмирование. В частности, нередки случаи отравления детей ядохимикатами, средствами бытовой химии и выпадением детей из окон, в том числе в окнах, в которые установлены москитные сетки. Соблюдение простых правил безопасности оградит любознательного малыша от неприятных последствий. Прежде всего, каждый родитель должен помнить, что любая мебель, стул, стол, тумба, диван, в глазах ребенка хорошая возможность забраться на подоконник. Само окно нужно держать в режиме проветривания и не распахивать настиж. И самое главное помнить, что москитная сетка защищает жильцов квартиры только от назойливых насекомых. Хотелось бы дать несколько советов. Поскольку бытовой травматизм на первом месте, то, соответственно, и надо учесть факторы, при которых может ребенок в быту получить травму. Это в первую очередь помещение, то есть кухня, ванная. Смотреть внимательно, чтобы были какие-то выключены горячие приборы, чайник в том числе, плита, горячие кастрюли, ножи, пол, может быть, скользкий, допустим, где-то помытый. Не следует забывать и о возможности получить травму на улице. По количеству обратившихся в медицинские учреждения за помощью, уличный травматизм занимает второе место. Самокаты, ролики, велосипеды, новомодные гироскутеры – прекрасное развлечение для любого ребенка только в том случае, если на малыше защитная экипировка, о которой заранее следует позаботиться родителям. Ведь безопасность и здоровье ребенка зависят прежде всего от ответственного отношения и воспитания мамы и папы.